Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. Самару всю ночь очищали от снега. Работы продолжились в утренние и дневние часы. Какое количество осадков было вывезено на полигоны региона? Более 170 лет на благо жителей региона. Самарская область отметила свой день рождения. Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в этом году. Подробности в новостях экономики. За сутки с улиц города было вывезено более 5000 тонн снега. На расчистку дорог и тротуаров вышли 170 уборщиков и 125 единиц спецтехники. Как устраняются последствия непогоды, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Отдельные поручения были даны главам внутригородских районов и руководителям объектов социальной сферы и торговли. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Без перерывов между сменами и выходных. От последствий сильного снегопада, который обрушился на Самару в эти дни, избавляются в усиленном режиме. Город замело буквально за сутки. Свыше 10 мм осадков выпало всего за 24 часа. Фактически рекордная цифра для января. На расчистку дорог и тротуаров в утренние и дневные часы вышли 170 уборщиков и 125 единиц спецтехники. Сегодня по прогнозу погоды обещают еще такое же количество осадков. Поэтому мы, конечно, темпов не снижаем. И с главами района мы договорили, что тоже у них на личном контроле работа управляющих компаний, домов КСЖ, ЖСК. Ну и мы, соответственно, тоже максимально привлекаем количество техники, количество дорожных работчиков и привлекаем дополнительную технику для вывоза снега с территории города. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару дней в город вновь придут метели и осадки в виде снега. Поэтому все коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. От последствий непогоды необходимо избавляться вовремя, не дожидаясь обращения граждан. Скопление снежных завалов, сугробов и гололеда не должно быть во дворах и прилегающих к ним территориях. Систематически приводить в порядок нужные дороги, по которым движется личный и общественный транспорт, а также пространство вблизи объектов торговли и социальной сферы. Все коммунальные службы работают на так называемом продленном режиме. То есть перерывов между сменами нет. Каждая смена продлена в среднем на 2-3 часа. Все службы находятся в готовности. Вывоз снега сегодня производился интенсивно. Для того, чтобы работы по уборке и вывозу снега шли оперативнее, жители Самары просят своевременно в установленные управляющими компаниями и ТСЖ часы убирать свои автомобили из парковочных карманов, а ответственным за расчистку территорий проводить ежедневный мониторинг и в случае выявления нарушений в максимально короткие сроки их устранять. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В эту пятницу вечером, вероятно, значительное усиление снегопада. И в субботу осадки продолжатся. Оперативные службы информируют о сохранении желтого уровня опасности. Несмотря на то, что сегодня в дневные часы интенсивность снегопада снизилась, все службы благоустройства и коммунальные организации города продолжили трудиться в усиленном режиме. На особом контроле общественные пространства и прилегающие к ним территории. Обо всем подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Устранением последствий обильного снегопада занимаются по всему городу. Без внимания не остаются и общественные пространства, излюбленные места для прогулок самарсов. Убирают как вручную, так и с помощью спецтехники. По общественным пространствам они все сегодня в работе, которые на сегодняшний день есть, у нас их порядка 132. Все они отрабатываются. Нет деления, где значимая или более престижная в данной ситуации. Подход совершенно равный по общественным пространствам. В усиленном режиме расчищают от снега и дороги, в том числе прилегающие к скверам, паркам и другим общественным пространствам. Самарцы изменения замечают. Утром сегодня вот здесь вот было грязно, но сейчас, ну не грязно, а снег лежал, а сейчас убрано. Ну, конечно, важно. Конечно, видим. Спасибо. Вот идем, все чистенько, разве это плохо? Мы все время по набережной гуляем, и там чистят хорошо. Что делается в городе, это уже хорошо. Потому что мы видим не только чистку снега, а вообще в целом город преобразовался. И дороги, и здания. Мы довольны. И мы рады этой жизни. В минувшие сутки, когда в Самару вернулись интенсивные осадки, высота снежного покрова достигла 40 сантиметров. Чтобы справиться с последствиями, в ночь на 14 января в расчистке города приняли участие 3163 уборщика, задействовали 581 спецмашину. В том числе 307 человек и 454 единицы техники были сосредоточены на автодорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, а также на пешеходных переходах. В три с половиной раза увеличили расход реагентов для борьбы с гололедом. За сутки только с городских дорог вывезли на полигоны почти 5210 тонн снега. Сегодня днем в городе выпало от 2 до 3 миллиметров осадков, а ночью ожидается от 6 до 8 миллиметров. В ручной уборке задействуют порядка 145 дорожных рабочих. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поставил перед городскими службами задачу усилить вывоз снега. В ночь на 15 января количество самосвалов увеличит до 150 единиц. Всего на дороге выйдет 362 единицы спецтехники. Это с учетом привлеченной. Ее предоставляют промышленные предприятия и дорожно-строительные организации. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. В Самарской области сняли ограничения движения по трассе Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Об этом сообщили в региональном МЧС. Напомним, ограничения на дороге федерального значения ввели в среду 13 января. Оно касалось движения грузового и маршрутного транспорта и действовало на отрезки с нулевого по 61-й километр. На это пришлось пойти из-за неблагоприятных погодных условий – метели, ветра и ограниченной видимости. Более 170 лет на благо жителей. Самарская губерния отметила свой день рождения. Статус губернской столицы провинциальная Самара получила 13 января 1851 года. В состав губернии вошли три уезда Оренбургской губернии, два уезда Саратовской, Ставропольский уезд Симбирской губернии и лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов. Выгодное географическое положение и стремительное развитие торговли и промышленности помогали успешному развитию края. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с праздником. От объединения нескольких уездов до крупного промышленного центра, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России. Самарский регион отметил 171 год со дня основания. С праздником жителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Я сегодня, в этот день, хочу искренне поблагодарить всех жителей Самарской области, которые своим трудом создали и сегодняшний день, и заложили прочный фундамент развития нашего региона, которые ответственно, честно трудятся на благо своей семьи, на благо нашей Великой Родины. Глава региона наградил победителей и призеров квиза «Славься! Самарская наша земля». В интеллектуальных соревнованиях на знания истории региона приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области. Знатоками родного края признали команду Волжского района. Участники признались, что хоть с задачей справились успешно, но были вопросы, над которыми пришлось серьезно подумать. Например, вопрос о том, кто делал оборудование для стартовой площадки на Байкануре. Как бы традиционно ассоциации приходят у всех, что это завод «Прогресс», но «Прогресс» запускает ракеты, а не стартовую площадку готовит. Ну и вот как-то пришло мне в голову, что у нас есть в Сызере прекрасный завод «Тяжмарш». Я думаю, и мы долго сомневались, поставить ли дополнительный коэффициент, три балла или два, и в итоге поставили три. Я думаю, это сказалось. Бесценным достоянием Самарской земли являются многонациональная культура и самообытные традиции, мир и добрососедство разных народов. Поздравили самарцев с днем рождения губернии и главы регионов Приволжского федерального округа, а также творческие коллективы из Башкирии, Мариэл и Татарстана. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. 300 лет назад император Петр I подписал указ о создании прокуратуры. Все это время ведомство служит исполнению закона, соблюдению прав и свобод человека. Сегодня сотрудников ведомства поздравляют с профессиональным праздником. Пресекать всякое лихаимство, следить за исполнением законов и контролировать госаппарат. Такими полномочиями наделил Петр I новообразованное в 1722 году ведомство – прокуратуру. Вот уже три века работники ведомства служат исполнению закона, соблюдению прав и свобод человека. С юбилеем сотрудников и ветеранов Самарской прокуратуры поздравили глава города Елена Лапушкина и глава региона Дмитрий Азаров. Вы надежно стоите на страже прав и свобод града, обеспечиваете законность, правопорядие во всех сверх жизни нашего общества и нашего государства. Ваша трудная, гроботливая и чрезвычайно ответственная работа является залогом опережающего развития и нашего региона. История Самарской прокуратуры началась в 1864 году. А в годы Великой Отечественной войны сотрудники ведомства зорко следили за тем, чтобы каждая копейка, каждая горсть зерна, каждая заводская деталь были направлены на укрепление фронта и тыла. Нынешнее поколение прокуроров помнит и свято чтит подвиги своих предшественников. Одним из важных институтов, которые существуют в прокуратуре, является институт наставничества. Создавать и приумножать те традиции, которые были заложены пенсионерами и ветеранами прокуратуры, это неоценимо вызывает определенное чувство гордости. И повышает свой профессиональный уровень каждый молодой специалист, несомненно, ценит тот вклад, который в свое время заложили пенсионеры и ветераны. Прокурор должен быть отзывчивый, добрый, порядочный и, в принципе, стараемся помочь каждому, каждому, кто к нам обратился. Полагаю, что наша работа на этом строится. Эти люди посвятили себя очень непростой профессии. В приоритете – защита прав и свобод граждан. Они борются с преступностью и коррупцией, защищают права и законные интересы жителей, обеспечивают единство правового пространства. Три столетия прокуратура является надежной опорой государства, важнейшим правоохранительным органом, органом, обладающим мощным правозащитным потенциалом. Менялись поколения прокуроров. Однако во все времена неизменно оставалось одно – верность служения закону. В прошлом году за помощью ведомства обратилось свыше 100 тысяч жителей губернии. При осуществлении надзорных полномочий работниками прокуратуры выявлено свыше 200 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено более 19 тысяч представлений. По материалам проверок возбуждено почти 400 уголовных дел. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. С аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет, вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серией 0.2 производства ОДК «Кузнецов». Об этом сообщили в пресс-службе самарского предприятия. 30-минутный полет на высоте 600 метров прошел в штатном режиме. Все системы, включая двигательные установки, отработали без замечаний. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Ту-160 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Новая машина полностью построена заново, с нуля. В ней на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Эфир продолжит новости экономики. С нами в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Приветствую вас, мэрия и уважаемые телезрители. В период новогодних праздников россияне потратили 1 миллиард 400 миллионов рублей на путешествие. Какая статья расходов оказалась самой затратной? Расскажу обязательно, но сначала о рисках для российской экономики и росте цен на продукты. Росту российской экономики в этом году может угрожать дефицит рабочей силы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Властям необходимо также заняться снижением рисков для акционерного капитала. Прибыль у бизнеса есть, важно, чтобы она пошла в новые рабочие места, в новое производство. Поэтому от государства требуются определенные гарантии. Согласно подсчетам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены, включая стоимость продуктов в России в прошлом году, выросли на четверть. Однако ситуация не изменится к лучшему и в текущем году. За год больше всего подорожали растительное масло и зерновые. Злаковые прибавили 27%. Это максимум с 2012 года. Одной из причин такого роста цен стало то, что производство не успевало за потреблением. Также среди причин – плохая погода, которая повлияла на объемы качества урожая и сокращение поголовья скота. В этом году под угрозой подорожания останется наиболее востребованный товар, так как спрос на него никогда не падает. Среди таких товаров – зерновые культуры, продукция животноводства и овощи. В период новогодних праздников россияне потратили 1,4 млрд рублей на путешествия, сообщает один из крупных российских банков. По данным аналитиков, это превысило прошлогодние показатели в 2,5 раза. Первое место по объему потраченных средств заняли Объединенные Арабские Эмираты. Там россияне оставили 300 млн рублей. На втором месте популярны тропические курорты – Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминиканы, Маврикии. Замыкает тройку лидеров – Турция. Самой большой статьей расходов для россиян стало проживание в гостиницах. За прошлый год Центробанк заблокировал более 2000 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. Там отметили, что мошенники представляют опасность не только для граждан, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям. Напомню, что с 1 декабря прошлого года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, стали блокировать по инициативе Банка России во внесудебном порядке. Доллары и евро пошли в рост. В ходе валютных торгов на московской бирже американская валюта выросла до 76 рублей, а евро – до 87. Предполагается, что рубль подешевел на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова, который сообщил, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых американских санкций. Заявление было сделано на фоне того, что группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. На предстоящие дни Центробанк установил следующие курсы валют – доллар 75,77 рубля, евро 86,89 рубля, нефть марки Brent – 85,64 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре из-за эвакуации педагогов и учеников школ в связи с сложными сообщениями об актах терроризма начали доследственную проверку. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России. По версии правоохранителей, 13 января на сайте ряда образовательных учреждений области поступили сообщения о готовящихся актах терроризма. Были эвакуированы дети и педагоги. Полиция искала взрывчатку, но все сообщения о минировании оказались ложными, рассказали в ведомстве. В настоящее время председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Самарской области доложить о произошедшем. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 246 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 203 201. Такие данные в пятницу 14 января опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 933 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 172 324 человека. Выше 37 вход воспрещен. Маски, санитайзеры и температурный контроль. В самарских детских образовательных учреждениях уже больше года действуют требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как отвезти ребенка в детский сад и что изменилось в учебном процессе школ, выяснял Максим Магомедов. В детских садах и школах Самары продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. На территории всех образовательных учреждений действует обязательный масочный режим. Каждое утро на входе в группу родители встречают воспитатель. В его обязанности входит измерение температуры у ребенка. Информация заносится в специальный журнал. Родители могут помочь детям переодеться, но дальше порога группы им вход закрыт. Чтобы забрать ребенка домой, необходимо попросить воспитателя вывезти его в раздевалку. У нас в каждой группе имеются рециркуляторы воздуха. Они имеются и в медицинском кабинете, и в холле. То есть у нас существует определенный график, по которому включаются эти рециркуляторы. Помимо этого, каждые два часа мы проводим обработку ручек, выключателей, спинки стульчиков. То есть помощники-воспитатели знают об этом и каждые два часа проводят эту процедуру. Помимо этого, проводится проветривание. Если в течение дня у ребенка поднимется температура и появятся признаки заболевания, его изолируют от остальных детей в медицинский кабинет и вызовут родителей, чтобы те забрали его домой. На особом контроле и здоровье сотрудников детского учреждения. Каждый день перед работой они также проходят термометрический контроль. Все сотрудники прошли процедуру вакцинации от коронавируса. Андрей Зуев водит в детский сад 4-летнюю дочь. Говорит, к санитарным требованиям уже привык. Считает, что здоровье детей важнее этих неудобств. Кажется, что человек ответственный за свое здоровье. Да, соответственно, если он отвечает за свое здоровье, он отвечает за здоровье других людей. Поэтому тут исключительно должно быть осознание того, что человек принимает, скажем так, меры для того, чтобы сохранить здоровье себе и своему окружению. В самарских школах для соблюдения требований Роспотребнадзора организовано несколько входов в здание, чтобы развести потоки учащихся. Для исключения пересечения детей из разных классов на переменах, для каждого предусмотрено свое время начала и окончания урока. Также теперь школьники учатся в одном кабинете, а учителя ходят по классам. Обязательно все, кто встречает детей, у нас есть дежурные члены администрации, дежурные педагоги, которые проводят термометрии на входе обязательно, смотрят, чтобы дети пользовались санитайзерами. У нас работают рециркуляторы, они всегда включены на каждом этаже. Перед началом каждого урока в кабинете проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. По графику включают рециркуляторы в классе. Во время интервала между первой и второй сменой учителя проводят санитарную обработку парт. Максим Магомедов, Сергей Баскин, События. В Самаре учатся сотни студентов из Казахстана. На новогодние праздники многие из них отправились на малую родину. Оказавшись в сложившейся обстановке, рисковали пропустить зимнюю сессию, которая стартовала на этой неделе. Многие все-таки смогли вернуться к учебе, но не все. Подробности в репортаже Марии Левиной. С этой недели в самарских вузах стартовала зимняя сессия. Высшее образование на берегах Средней Волги получают не только граждане России. Среди студентов числятся и граждане Республики Казахстан. Большинство иностранных студентов, обучающихся, к примеру, в техническом вузе, именно оттуда. А это 334 человека, 280 из них обучаются очно. Многие студенты уехали отмечать Новый год домой. Мы оперативно, буквально 24 часа в сутки, 7 дней в неделю были с ними на связи. Как только у них появлялся интернет, мы вносили его в базу госуслуг, для того, чтобы они беспрепятственно могли пересекать нашу российскую границу. На этой неделе в Самару приехали 75 человек, в основном из Уральска. Сейчас ожидают 10 студентов из Алматы. Каждый из них будет сдавать экзамены уже в индивидуальном порядке. Чтобы ребята успели подготовиться, вуз продлил срок сессии для них. Артур Стайнер в Самару вернулся только вчера вечером. Переживал, что не смогу закрыть сессию. Думал, что будет трудно, но я подготовился немного. Причем у нас хорошие преподаватели, они помогли мне. Амина Кобеева уже успела сдать два теста, готовиться к последнему испытанию. Рассказывает Россия и конкретно ее вуз сделали все возможное, чтобы проблем с пересечением границ не было. Родители начали переживать, так как отключили интернет. И даже дистанционно не было возможности сдать экзамены. Поэтому в ближайшее время сразу же начали искать возможность проехать. Университет отреагировал быстро. То, что мы сразу же отправили свои документы, чтобы нас занесли в госуслуги. Также написали, что нас обязательно ждут. На границе проблем особых не было, только досматривали очень тщательно. Никита Саетин на третьем курсе говорит, единственное, что заставляло поволноваться, это отсутствие связи. Когда узнал, что интернет кончился, уже паника, неохота с долгами, хочется продолжать на стипендию оставаться. Ну а так, в связи, нормально, готов, в целом уже 35 экзаменов сдал, все неплохо. В медицинском вузе свыше 100 студентов из Республики Казахстан за пределы Российской Федерации на новогодние праздники выехали более 50 человек. В настоящий момент 40 из них успешно вернулись. Безусловно, готовность была. Мы ожидали, что если, допустим, границы будут закрыты, как это в свое время произошло в период первой-второй волны пандемии, мы были готовы к дистанционному формату обучения. У нас есть все возможности, ресурсы для этого. Поэтому если бы даже студенты остались за пределами Российской Федерации, образовательный учебный процесс, он бы не остановился. В медицинском вузе зимние экзамены начнутся только на следующей неделе. Представители самарских вузов уверены, студенты пройдут итоговые испытания своевременно. Мария Левина, Никита Колосов, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Мандарины стали самым востребованным у жителей региона продуктом на Новый год. Популярный онлайн-ретейлер проанализировал заказы самарцев в период с 27 декабря по 9 января и выяснил, что горожане ели на новогодние праздники. Оказалось, что чаще всего они заказывали из супермаркетов сладкие газированные напитки, хлеб, молоко и бананы. Самым популярным праздничным продуктом стали мандарины. За новогодние каникулы самарцы купили более 6 тонн этих фруктов. На этом наш выпуск завершен. Вся наша новость читайте на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!